Это зима была. Я как сейчас помню, все нормальные люди покупают флип, а стоят какие-то люди и переписывают Думу про флип. Это был Коля, это был я, это была сервизия. А почему не переписывают? Потому что она сказала, что типа вот есть такая Дума про флип, приносите мне эти брусы, я не помню ничего. А все подумали, что ну сказали, сказал. Она сказала, пока не принесете мне Думу про флип. Ну это двойки все были. Поставила все так встроено. И все пошли и писали, как последние скоты. Все писали. Это было. Потом. Потом. История про Брежнева, я уже вспоминал. Она очень любила Брежнева. Почему-то ей казалось, что вот это наше все. Как Пушкин в России Брежнев. И она нашла наконец фотографию такую цветную, где он более-менее вменяемый. И с орденами, с медалями. Повесила. И тут Леолита речь дает дуба. Я помню эту вот скорбь такая. Когда мы вас там в зале сидели. Это да. Но это отдельная история. А Нелия, сколько? Нелия Максимовна, она эту фотографию поставила. Что делает? Человек умеет. Она раз и черную ленточку пустила. И еще много-много времени Брежнев с ленточкой стояла. Но самая известная история называется «А ну, брюк на счастье». Это великая история, потому что в ней несколько персонажей. И смотреть на это, вот если сейчас вспомнить это, помните, одежда была, нашу одежду. Помните, одна украинская вариант, коричневая форма, мальчика такая жуткая. А вторая называется «Московская». Синяя с пунктом, с киреней. И тут еще такой командир отделения, что-то такое. Да. Урок украинской лои. Вы что-то не... Надима Максимовна. И что-то Надима Максимовна не понравилось, что-то Дима либо... Дима, что вы снимаете там? Мы сейчас будем с тобой с окажем. Впереди что-то живой пешанаш осталось. Дима, ну ты очень любим Надима Максимовна. В глубине этой жизни. В глубине... Я отвечал, что она ему отвечала, что я. Я отвечала, что я очень хорошо. А че ей колонку она дверь открывала, напомните мне. Да? Твои. 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 Короче говоря, Дима Максимовна поставил громко портфель. А вы ведь помните самые чистые парты? Да. Самые чистые парты были у Надеи Максимовны. Там не было ничего на парте. Ни одной надписи. И вот Дима, значит, вставит. Она скажет. А ну, брюхный штерн. А Димаш, мальчик, молодой, нервный, брюхный. А надея Максимовна, она не хернящий пить. А ну, все, она брюхного докажет. А он опять брюхает. И чем закончилась история? Ты помнишь? Учил. По-моему, ты ушел, да? Что там было такое? Да. А что это такое? Ну, заканчивая рассказ. Мне нравится не воспринимать. А не больше. Это лишь одна история из нашей жизни. И если вы помните, то украинский язык, литература, там же можно было не учить какие-то способы. А ты помнишь, как ее говорили? Я не учил. А про тех, кто были освобождены, как она кричала? Ну, обожженные от совести и чести. Вот. Звильненный от совести и чести. А вот это хлеб, то украинские жреты. А ну, теперь внимание. А вот теперь внимание. Когда вы будете видеть Ющенко и вспоминать, сравните с Надей Максимовым. Что это несет? Ну, была звильненный от совести и чести. Бери руки не черные краски. Это нормальная воеводинка, вспомните ее или воеводинка? Да. Воеводинка, воеводинка.